Привет, ребята! Меня зовут Кристина, и я работаю в библиотеке Лоиз Мэй, одной из библиотек дистрикта Арапаха. И сегодня я снова приглашаю вас на час сказок. Со мной сегодня мои друзья пингвин, ёжик, слон, лошадка Маруся и щенок. Они будут сидеть вместе с нами и слушать нас, а потом немного позже мы поговорим о них побольше. А начать, ребята, я хочу с пальчиковой игры, которая называется замок. Кто знает, что такое замок? Это то, чем закрывают двери или ворота. И замок нужно закрывать и открывать. Вот это мы сейчас и попробуем с помощью ваших ручек. Покажите, где ваши пальчики, где ваши руки. Молодцы! Ну, давайте начнём. Повторяйте за мной. На двери висит замок. Соединяем пальчики. На двери висит замок. Кто б его открыть нам смог? Покрутили. Крутим ручками наш замок. Крутим ручками. Повертели. Повертели наш замок. Постучали. Постучали. И открыть сумели. Молодцы, ребята! Смогли открыть наш замок. Ну что же, сегодня я предлагаю вам поговорить о путешествиях. И для начала я хочу прочитать вам такую замечательную книжку, которую написала Екатерина Трухан. И она называется «Монти». Книжка про щенка, который хочет путешествовать. Щенок ещё маленький, но он уже мечтает, как он будет путешествовать по разным странам. Давайте прочитаем. Меня зовут Монти. Я люблю гулять и играть с друзьями в парке. Посмотрите, как весело он бегает за своими друзьями в парке, с такими же собачками, как и он. Они бегут за мячиком, и мячик этот очень похож на кусок сыра с синими дырками. Я ещё маленький. Смотрите, какой крохотный наш Монти. Он помещается своей хозяйке в сумку. Но хорошо кушаю, чтобы вырасти поскорее. Вот, ребята, щенок кушает хорошо, чтобы вырасти поскорее, путешествовать. Это то, что вы тоже должны делать. Кушать как следует. Потому что, когда я вырасту, я стану великим путешественником. Смотрите, он сидит и мечтает о том, как он будет путешествовать вокруг Земли. А что это у него на столе? Кто знает? Это глобус. Такая модель Земли. И вот наш Монти собирается путешествовать. И он представляет, как он будет лететь вокруг всего земного шара. И он говорит, я собираюсь объехать весь мир. Смотрите, на этой картинке мы видим все материки. Он собирается облететь и объехать целый мир. На поезде, на самолёте и на пароходе, как мы видим. Я заберусь на самую высокую гору. Какая самая высокая гора? Я думаю, Эверест. Мне кажется, что именно так. Я нырну в самое глубокое море. А самое глубокое море у нас – это Мариинская впадина. Это самое-самое глубокое место, которое знают люди в океане. Я побываю на холодном севере. А где у нас холодно на планете? В Антарктике. Или за полярным кругом. За полярным кругом живут люди. В Антарктике люди обычно не живут, только немного учёные могут там оставаться какое-то время. Потому что там слишком холодно. И пересекуй жаркую пустыню, говорит наш друг Монти. И вот он едет на верблюде. Потому что в пустыне очень трудно перемещаться на чём-то ещё. Ну, конечно, можно на машине. Но раньше люди могли ездить в пустыне только на верблюдах. Посмотрите, сколько животных в пустыне. Змея, и суслик. И, я думаю, это тушканчик, лисичка. И растут пальмы. Ещё Монти говорит, я отправлюсь на увлекательное сафари. На сафари ездят в Африку. В Африке очень много экзотических животных, которых мы знаем. Посмотрите на этой картинке. Кого мы видим? Мы видим газель, фламинго, лев. Бегемот сидит в воде. Зебра пьёт воду. Жираф едет на машине. А на шмоте фотографирует всё вокруг. И он говорит, и по-любуюсь с разноцветными бабочками в диких джунглях. Ребята, что такое джунгли? Это тропический лес. И джунгли, это значит, что там много влаги, много дождя. И очень тепло. И там живёт очень-очень много-много разных птиц, животных. И огромное количество растений. Смотрите, кто у нас на картинке. Обезьянка. Попугай. Змея. Я думаю, наверное, это леопард. Это оранжевое существо в пятнах. И, видимо, тукан с огромным большим носом. Я бы сказала, что это тукан. И Монти наш с биноклем для того, чтобы наблюдать за всеми животными. На своём пути я встречу много друзей, говорит Монти. И мы видим, как он едет верхом на крокодиле. Крокодилы очень опасны. Могут вас съесть. Но если с ними подружиться, как подружился Монти, может быть, всё не так уж и плохо. Монти водит на луну с волками. И катается на хоботе у слона. И катает на санках пингвинят на севере. Значит, вот таких он друзей, наверное, встретит. Очень интересных экзотических друзей. Так, что дальше? А дальше Монти говорит. А когда моё путешествие подойдёт к концу, я с радостью вернусь домой. Смотрите, он едет на чемодане верхом. А к нему протягиваются руки его хозяев, которые, наверное, очень-очень заждались уже, когда же наша собака вернётся домой из путешествия. И, наверное, хозяева волновались о него, раз он путешествовал в такие удивительные экзотические дальние страны. Мои старые друзья будут счастливы снова видеть меня. Смотрите, все собачки, с которыми он гулял, да? Помните на первой страничке? Они все здесь. И я подарю им сувениры, которые привезу из разных стран. И на каждой собачке есть какой-то сувенир. На розовой собачке бусики. На бульдожке головной убор индейцев. На таксе интересный свитерок. А на большой собаке сомбреро. Такая специальная мексиканская шляпа, которая защищает от солнца и жары. Много приключений ждёт меня, когда я вырасту. Так мечтает наша собачка Монти. А пока я маленький, я могу видеть их во сне. Вот такая история про то, как собачка мечтает о путешествии и видит эти путешествия во сне. Ребята, а кто помнит, перед тем, как Монти поехал путешествовать, он смотрел на какой-то предмет, который помог ему спланировать его путешествие и понять, куда же он хочет поехать. Но это была не карта. А что это было? Это был глобус. И у меня тоже есть глобус. Я специально нашла глобус для нашего видео. Смотрите, какой глобус у меня в шкафу нашёлся. Ребята, я хочу показать вам на этом глобусе кое-что интересное. Во-первых, вот эта точка и вот эта точка называются полюса. Самая северная, самая южная точки планеты. Потом линия, которая проходит посередине. Она называется экватор. Она не существует в природе, но люди решили так условно разделить Землю на два полушария. Северная полушария наверху и южная внизу. Мы живём в северном полушарии. И мы живём на материке, который называется Северная Америка. Ну-ка, дайте-ка я найду. Вот Северная Америка. Она вот тут, вот видите? Прямо здесь Северная Америка. И мы находимся где-то посередине. Вот здесь. Потому что Колорадо где-то посередине Соединённых Штатов, чуть южнее. Денвер и даже наши библиотеки где-то примерно там. Какие ещё материки есть? Материки – это большие части суши, которые окружены со всех сторон водой. И вот мы назвали один – Северная Америка. И второй, который к нему присоединён – Южная Америка. Затем мы видим, какой материк здесь. Это Африка. Африка. И самый большой материк – Евразия. Евразия. Потом Австралия. Австралия очень отсоединён от другой суши. Посмотрите, он посреди океана. И есть ещё материк, который называется Антарктика. В самом-самом, в самой-самой нижней части планеты. Там очень-очень холодно. На полюсах холодно. И смотря на то, что это называется Южный полюс, там всё равно очень-очень холодно. Там могут выдержать только белые медведи и пингвины. Ну вот, ребята, мы прочитали сказку и поговорили с вами про глобус. А ещё в нашей книжке про Монти вы заметили, наверное, много разных животных, которые живут в разных частях света. Например, когда Монти отдыхал, путешествовал по северу, как мы видим. Смотрите, кого он здесь встретил. Белого медведя, моржа и тюленя. Эти животные живут в холодных странах. А, например, когда он путешествовал по Африке и поехал на сафари, мы видим совершенно других животных. Смотрите, пекимот, фламинго, газель, лев и зебра. Эти животные живут в тёплом климате. И я хочу вам предложить небольшую игру. Посмотрите на моих друзей. Я буду показывать вам каждое своё животное. И предлагаю вам попробовать угадать, в каких странах, на каком материке и в каком климате такое животное может жить. Давайте начнём с нашего попугая. У меня вот сидит попугай, он спрятался. Вот мы его достанем. Смотрите, какой красивый попугай. Это попугай Ара. Это такие большие попугаи, которые живут довольно долго. Мы видим их в пиратских фильмах. Обычно какой-нибудь лихой пират, выступая с попугаем на плече. И этот попугай живёт ужасно долго. Он даже учится говорить по-человечески. Как вы думаете, в какой стране, на каком материке или в каком климате, в какой погоде может жить такое существо? Да, попугай, он живёт в тёплом климате. Попугай живёт в жарких странах, в тропических странах. Он может жить дома в холодном климате, как, например, здесь, в Денвере. Но на улице ему будет некомфортно, особенно зимой. Попугай живёт в тёплом климате и обычно в тропиках. Хорошо. А теперь давайте посмотрим на нашего пингвина. Как вы думаете, где живёт пингвин? Наверняка многие из вас знают. Пингвин живёт в очень холодных, там, где много снега, там, где много льда. И может быть очень холодная температура зимой и даже в любое время года. Он живёт в холодных местах, как правило. И они, у них очень много жира под их, много меха, много жира. И они приспособлены к тому, чтобы есть рыбу под холодной водой. Вот такой у нас пингвин, который не боится никакой зимы. Хорошо. А давайте посмотрим на нашу лошадку Маруся. Как вы думаете, в каком климате живёт лошадка Маруся? Но лошадка – это животное, которое живёт часто с человеком. Поэтому они живут в разных странах. И в тёплых, и в холодных. Но лошадка Маруся не сможет жить там, где пингвин. Потому что ей будет слишком жарко. Поэтому ей нужно более-менее тепло или не очень холодно. Но если очень холодно или слишком жарко, как в пустыне, в пустыне может жить верблюд. Но лошадка – только если человек ухаживает за ней. А как насчёт слона? Кто знает, где живёт слон? Да, бывают слоны даже двух видов наиболее известных. Индийские и африканские слоны. И слоны живут, как мы понимаем, Индия и Африка – это тёплые страны. Тёплые, много влаги, много растений. Потому что они едят только-только овощи, фрукты, орехи, всякую растительную пищу. Им надо очень много такой еды. Поэтому если будет зима, как и здесь в Денвере, слону будет нечего кушать. Только если он в зоопарке, и люди его кормят. А в живой природе, в настоящей, в дикой природе, они не живут в холодных странах. Только в тёплых. Так, а что насчёт нашего друга ёжика? Кто знает, где живёт ёжик? Ёжик живёт в лесу. Верно. И лес не бывает там, где леса не может быть, там, где слишком холодно. А там, где жарко, это будет тропический лес. Ёжик тоже там не будет жить. Ёжику нужно то, что называется умеренный климат. Это значит, не очень холодный, не очень жаркий. Может быть, зимой и летом. Но чтобы это не было уже слишком холодно или слишком жарко. И поэтому ёжика можно встретить даже тут, в Колорадо. Или, например, я из Беларуси. В Беларуси тоже много ёжиков у нас на даче. Жил ёжик, который ходил и сопел по ночам. Так, а вот у нас последний наш дружок – щенок. Щенок – это собака маленькая. И собаки… Где собаки? В каком климате живут? Собаки живут со своими хозяевами. И собаки так привыкли к людям. Древние люди приручили собак и заботятся о них. И очень часто люди выращивают собак. И поэтому собака способна жить в очень разных местах, особенно если она с человеком. Люди иногда берут собак в очень жаркие места. И они также берут их в очень холодные места. На севере люди разводят специальных собак, которые таскают санки, большие санки, в которые может сесть большой взрослый человек и ехать на собаках. И даже устраивают специальные гонки, к чьей собаки будут бежать быстрее, к чьей санки будут ехать быстрее. Так что собака может жить в очень разных местах. Но в дикой природе они обычно живут в умеренной полосе, так же как ежик. Собаки и их родственники волки, койоты и песцы. Песцы, правда, у них очень толстый мех. И они могут жить в холодном климате тоже. И обычно так и делают. Ребята, мы поговорили про путешествия и про животных, и где разные животные живут. А я нашла стихотворение про животных. Первое стихотворение, которое хочу вам прочитать, про моего слона. Спать пора. Уснул бычок, лег в коробку на бочок. Сонный мишка лег в кровать. Только слон не хочет спать. Головой кивает слон. Он слонихе шлет поклон. Вот такое стихотворение про слона. Мы посадим его обратно на его полочку. А еще у меня есть стихотворение про кошку. Кошки у нас здесь нет. Но я думаю, что вы все прекрасно знаете, как кошка выглядит. Давайте прочитаем это стихотворение. Кошка, как тебя зовут? Мяу. Стережешь ты мышку тут? Мяу. Мяу, хочешь молочка? Мяу. А в приятеле щенка? Фррр. Что кошка делает? Она шипит или рычит, когда она не хочет что-то. Это значит, что со щенком дружить кошка точно не собирается. Кошки и собаки обычно не очень хорошо ладят. И они часто дерутся. И есть у меня также стихотворение «Трезор» про щенка. Про щенка. Это очень интересное стихотворение про маленького щенка, которого оставили одного дома. И что из этого вышло? Давайте почитаем, посмотрим. На дверях висел замок, в заперти сидел щенок. Все ушли, и одного в доме заперли его. Мы оставили трезора без присмотра, без надзора, и поэтому щенок перепортил все, что мог. Разорвал на кукле платье. Зайцу выдрал шерсть и клок. В коридор из-под кровати наши туфли уволок. Смотрите, какой хулиган щенок. Прямо изо всех сил пытается разорвать эту синюю тряпку. И напугал зайку. И башмаки вытащил. Может быть, даже грыз эти башмаки. Многие щенки грызут обувь. И очень сильно портят ее. Под кровать загнал кота. Кот остался без хвоста. Что это значит, кот остался без хвоста? Наверное, щенок сильно схватил его за хвост. И кот очень-очень расстроился. Отыскал на кухне угол. С головой забрался в уголь. Вылез черный. Не узнать. Влез в кувшин. Перевернулся. Чуть совсем не захлебнулся. Смотрите, какой хулиган этот щенок. Забрался в угли. Выпочкался весь. Ай-яй-яй-яй-яй. А потом еще в воду залез. И перевернул кувшин с водой. Может быть, даже разбил кувшин с водой. И после этого он что делал? Он легся на кровать спать. Наверное, он очень устал от своих безобразий. И решил, что ему надо отдохнуть. Мы щенка в воде и мыли. Два часа мочалкой мыли. Ни за что теперь его не оставим одного. Молодцы, ребята. Они отмыли своего щенка. И решили, что больше его оставлять одного не будут. Потому что щенок очень обиделся, расстроился. Ему, наверное, было очень скучно. И поэтому ребята решили, что щенка надолго одного оставлять больше не будут. Пока он не станет взрослой собакой и научится себя вести хорошо. Вот такая история. Ребята, ну вот мы и прочитали стихотворение про животных, которое я вам сегодня подготовила. Мы о многом сегодня поговорили. Я надеюсь, вы узнали что-нибудь новое и вам было интересно. Увидимся в следующий раз. Пока-пока!